на библейский портал экзагет пришел вопрос нет ли противоречия в словах горе вам когда будут говорить о вас хорошо и по возможности будьте со всеми в мире я лично противоречия здесь никакого не вижу когда господь говорит горе вам когда будут говорить о вас хорошо это совпадает с другим изречением священного писания которое говорит о том что в мире скорбны будете намужайтесь ибо я победил мир и с другим выражением которое говорит о том что всякий который желает благочестно жить о христе иисусе гоним будет мир не принимает людей которые целиком следует заветам священного писания мир не принимает людей которые следуют путем божиим мир возле лежит это учение священного писания и поэтому согласие между христом и велиаром конечно тоже не может быть и если вдруг мы видим что о нас говорят хорошо в мире это будет означать скорее всего именно то что мир почувствовал вдруг у вас своего мир почувствовал что хотя он возле лежит но вы где-то тоже недалеко где-то вы тоже рядом вы соответствуйте совпадаете его устроением устроением мира и тех людей которые составляют этот мир и конечно тогда в этом случае мир будет говорить хорошо а в том случае если вы противитесь миру если получается так что ваш образ жизни оказывается миру не свойственным противным противоречащим тем базовым установкам на которых он строится то конечно мир будет возгнать преследовать как гнал и самого иисуса христа как гнал апостолов которые окончили свою жизнь мученически почти все кроме апостола иоанна богослова и конечно как гнал всех мучеников исповедников всех тех святых которые шли вопреки миру в сторону божьему а мир в это время занимался чем-то своим а вот то что касается по возможности будьте со всеми в мире это относится уже к нам мы должны стараться несмотря на то что мир противоречит нашим установкам несмотря на то что он идет в противотоке с теми людьми которые следуют по пути по пути христовому несмотря на это мы должны стараться быть со всеми в мире возможно ли это локально то есть вот в какой-то период времени или в каком-то месте это вполне возможно но конечно глобально конечно конечно такие вещи невозможные мир и путь христов это разные вещи и человек следующий по пути христову никак не может быть в мире с миром мир противоречит пути христову но мы должны душу свою содержать в мире и этот мир иногда далеко не всегда но иногда распространяется и на тех людей даже и не верующих которые рядом с нас с нами находятся эти люди зачастую становятся верующими именно потому что видят в наших глазах мир поэтому нам очень важно быть с другими людьми даже делающими нами нам злое в мире если как говорил один подвижник если ты не увидишь в глазах другого человека отблеск истинной веры то и сам никогда верующим не станешь и очень часто человек видящий что в ответ на зло он получает мир добро он зачастую начинает задумываться а правильно ли он действует правильно ли он идет и зачастую он приходит постепенно может быть к вере поэтому нам очень важно быть со всеми в мире ибо люди находящиеся в мире со всеми являются самыми лучшими проповедниками христового учения внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео